Финансовый кризис не помеха. В селе Кыра готовится к запуску уникальная мини-ферма. Почему в непростых условиях предприниматели не боятся открывать новое производство и какую продукцию собирается поставлять не только жителям района, но и краевого центра. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Кролики это не только ценный мех, но еще и 2-3 килограмма вкуснейшего мяса. Предприниматель Наталья Обухова об этом, как никто другой, знает. Ее кролики-акселераты, породы шиншиллы и белый великан бьют все рекорды. Уже в 5 месяцев, весят по 5 килограммов. Теперь разводить их будут в специальных мини-фермах. Вот эти 60 домиков из фанеры здесь делали своими руками по чертежам. Образцы привезли из Казани, там же позаимствовали технологию производства. Подогрев воды, удобные кормушки, чистые гнездовья. Здесь нет ни запахов, нет ничего. Кролик не дышит ничем, вот тем, что какие у него испарения, он дышит просто чистым воздухом. И в самом, даже вот при забое у кролика, мясо у кролика не пахнет ничем. У каждой мини-фермы имеет свои порядковые номеры, каждая крольчиха имеет свое имя, каждый самец имеет свое имя. Все случаются, то есть все это делается в программе. Выгодное производство предприниматель собирается сделать еще и безотходным. Это будет замкнутый цикл. Из теплого меха кролика здесь планируют шить верхнюю одежду. Запускать новые мини-фермы не побоялись даже в условиях финансового кризиса. Почему-то, когда становится труднее, почему-то всегда начинаешь понимать, что у тебя надо намного больше сил, начинаешь больше работать и делать. Но я имею в виду, что волков боятся в лес не ходить, а есть финансовый кризис, независимый финансовый кризис. Мы эту работу начали делать, мы ее будем делать. Идея разводить кроликов зародилась еще пять лет назад. До ее реального воплощения потребовалось изучить опыт других регионов, а потом и рынок сбыта в Забайкальском крае. Оказалось, с этим проблем не возникнет. Вкусное диетическое мясо готово покупать и в районе, и в магазинах Краевого центра. К тому же конкуренция практически отсутствует. Ольга Куприянова, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.